В киноконцертном зале «Панорама» состоялся специальный показ военной драмы «Ржев». В мероприятии приняли участие губернатор, представители исполнительной и законодательной власти, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Также на показе присутствовали курсанты, военные академии имени Жукова, юно-армейцы, волонтеры, журналисты региональных СМИ, в том числе и наша съемочная группа. На входе в ККЗ «Панорама» сотни тверичан, дети, молодежь и, конечно, ветераны. Все они в ожидании просмотра военной драмы «Ржев». Перед началом сеанса в холле бизнес-центра «Тверь» звучали песни военных лет, а молодежь танцевала. И вот начало просмотра военной драмы. В зале тишина. По сюжету фильма события разворачиваются в 1942-1943 годах под Оржевом. В то время там проходили наступательные и оборонительные операции. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армии коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, пленными. Общие потери с учетом раненых составили более миллиона человек. Сценарий фильма написан по повести «Искупить кровью», созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Зрители смотрели картину на одном дыхании. После окончания зал встал, прозвучали аплодисменты, которые не стихали несколько минут. Показ фильма в «Тверье» организован по инициативе губернатора Игоря Рудене. Благодарить наших ветеранов, которые сегодня присутствуют, сказать вам слова глубочайшей благодарности. Ответ на все вопросы дает наша история. Почему немцы за 6 часов победили Данию, почему за 1 месяц и 12 дней они победили Францию, и почему за 422 дня они так и не смогли взять Ржев. Вот благодаря нашим ветеранам. Поэтому все, что сегодня мы имеем, это благодаря вам. Спасибо вам большое. Участник Курской битвы, сражений под Оржевом и штурма Берлина. Спартак Сычев поделился впечатлениями о картине и воспоминаниями о боях под Оржевом. Тяжелый фильм о борьбе нашей армии, нашего народа за город Оржев. Эти бои были очень сложные, но очень нужные, так как они помогли нам второй раз отбить немецко-фашистских захватчиков от города Москвы. Я был на Ржевском направлении, участвовал в Ржевской бедренской операции. Был на Курской дуге. Впервые в 18-летнем юноше я получил первую боевую награду, медаль за боевые заслуги. Ленту представили члены съемочной группы, продюсер Инесса Юрченко, режиссер Игорь Копылов, директор картины Александр Колдаков, актеры. Как рассказала Инесса Юрченко, фильм снят по мотивам произведения Вячеслава Кондратьева, которая очень тронула всех, кто был задействован в создании кинокартины. Фильм, я могу сказать, на сегодняшний момент продан во многие страны мира. Это Америка, Англия, Франция, Италия, Корея, Япония, Норвегия, Швед, Германия. Это вот такой большущий список стран. И я вам хочу сказать, что мы очень рады, потому что пускай они все знают, что мы как воевали, умели, умеем и будем всегда стоять на страже своей страны. После показа фильма прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Ее участники почтили минуты молчания героев Великой Отечественной войны.